девочки здравствуйте сегодня будет обзор гель-лаков у air sugar значит я заказала всю линейку я почему заказала они мне просто попались в рекомендации на алиэкспресс просто вышла я на них залипла сначала выбрала штук 7 а потом думаю ну раз их 10 возьму все 10 они недорогие тоже здесь небольшой в общем объем семь с половиной я думаю чтобы вам было легче выбрать и не заказывать лишнее я лучше возьму все на обзор а если вам что-то понравится вы закажете доставка здесь бесплатно можно вообще одну штучку заказать мне они обошлись тогда ну почти 86 рублей но тогда был ниже курс сейчас они стоят 99 до 99 рублей но это зависит от вашего курса какие вы там купоны продавца возьмете и так далее кстати отслеживалась он ведь с таким длинным номером кто не знает как отслеживать длинные номера сейчас покажу как это называется а где посылка я вот девочки если вы не знаете где посылку 3 у меня почта сдэк и вот где посылка называется там все американские можно отслеживать там я не знаю китайские монгольские хоть у вас посылки там будут отслеживаться а там отслеживается все вообще все все возможные компании и там можно отслеживать потом меняется трек на наш российский там тоже будет показано это если номер под поменяется что имеется ввиду так что не пугайтесь с этого трек-номера длинного. В общем, к чему я хотела сказать. Не перепутайте. Тут вот серия, видите, R005, да? Ой, не то. А вот у R это уже другая серия лаков. Вот я заказала первые 10 серий просто R. Это у нас как он называется? Светоотражающий. Рефлектив глиттер гель. Ну что, за 86 рублей, конечно, я взяла и взяла все 10. Я уже подготовила типсочки. Я их уже подписала, потому что здесь не будут в разнобое эти циферки. Тут будет все по порядку. Без вас, вы видите? Ой, а он не так легко открывается. Без вас не открывала, не пробовала. Это должен быть такой светло-розовый. Достаточно плотненький. Вот. Но мы сейчас с вами все проверим. Главное, я что боюсь забыть, посветить потом фонариком. Вспышечкой. И мне будет описать, Катя, ну что же вы не показали нам? Ох, какой красивый. Со вспышкой. Плотненький. Так, давайте, я не знаю, будем делать один или два слоя. Решу это по первой типсе. Обычно я люблю вообще два слоя делать. Ну, посмотрим. Потому что вот эти такие лаки в основном делаются на обложке, на подложке, на обложке. Но посмотрим. Значит, все. Сейчас я быстро без вас это сниму, шуршалку, и мы приступим. Ну, все, девочки, приступаем. Лампу я включила. Здесь есть такие манящие оттенки, девчонки, ну просто. Я вам покажу все по порядку. А вы уже для себя сделайте вывод, хотите вы такой или нет. Я вообще обожаю светоотражающий гей-лаки. Сейчас на мне тоже, но он как бы все-таки кошка. Это не то, что прям конкретный светоотражающий. Это кошка светоотражающая. А это у нас просто Reflective Glitter Gel. Сейчас посмотрим, стоит ли подложку, не стоит ли подложку. Но сейчас я уже не буду, наверное, подложку-то делать. Правильно? Мы будем делать два слоя. Потому что можно было, конечно, заморочиться все 10 сделать там под синий-синюю подложку. Знаете, ну, честно говоря, как бы... Зачем? Мы сейчас посмотрим, как у нас гей-лак раскроется, да? Потом мы обязательно в конце, только вы мне оттуда крикните, Катя, не забудь подсветить фонариком, да? Сейчас это ничего не понятно, потому что это все-таки светоотражающий, но достаточно плотненький, красивый оттенок, розовый, номер 001. Сейчас сделаем второй. Так, 30 секунд прошло. Такие пластиковые придерживаю, потому что может упасть. Знаем, очень они легкие, зато они не разобьются в дороге через Китай. Кстати, пришли достаточно быстро, без задержки. Очень красивый. Вот смотрите сейчас внимательно, да? Насколько очень благородные такие оттенки. Вот смотрите, даже вот этот, да? У меня вот розоватенький такой, с лиловым, как это нежно смотрится. И посмотрите, да? Вот он такой же, из нежнятины. Он из нежнятины, да? Вот. Видите? Очень симпатичный. Давайте сейчас я его просушу. И мы с вами на него фонариком сразу посветим. Так, выключили свет. Ну вот он, видите, переливается. Я думаю, все понятно. Два слоя мы нанесли. Очень сложно понять это вот так, да? Ну, он очень красиво переливается. Не знаю. Мне все время кажется, что камера вообще это не передает. но он очень красиво переливается. Конечно же, он стопроцентно светоотражающий. Даже нет сомнений в этом. Идем дальше. Сейчас я вот сюда положу очень красивый, нежня, нежняцкий просто. Просто нежняцкий. Теперь номер два более ярко-розовый. Там дальше вот вообще такой красоты, что в обморок можно упасть. Смотрите, как подходит под наш коврик. Что мне нравится в этой фирме Sugar? Во-первых, они мне как-то присылали даже... Ой, это давно было. Год назад, может быть. Они мне что-то даже присылали пиар. Ну, какой-то на обзор. Маленькие такие тоже у них были флакончики. Если я не ошибаюсь, то это... Мне кажется, это Sugar. Вот. У них всегда он был бюджетный. Но, кстати, я с ним ходила и нормально он прекрасно держится. Да, ничего такого. Смотрите, какой красивый. Прям наш лак на коврике. Уже, кстати, достаточно плотный, но все равно давайте я сейчас за кадром сделаю второй слой, чтобы не тратить ваше время. Все равно давайте я за кадриком все-таки сделаю. Так, ну вот наша красота в два слоя. Да, вот смотрите, как они красили. Кстати, они неплохо вдвоем смотрятся, если что, да. Вот, смотрите, как переливается. Я надеюсь, что вам хоть что-нибудь видно. Но, в жизни он играет вообще шикарно. все вот эти лаки светоотражающие, они в жизни выглядят в 10 раз лучше. Просто ходишь и кайфуешь, и все внимание обращают. Так, идем дальше. Номер 003. Такой фиолетовый должен быть. Вот сколько раз было, снимаю обзор, ну он же в жизни лучше. Потом делаю маникюр с этим лаком, он еще лучше. Но не всегда вот на обзорах как-то передается, да, вот вы согласны, бывают в жизни лаки вот как-то то дневной свет, да, то искусственное освещение, да, белый свет, желтый свет, и они в жизни сто раз лучше смотрятся. Просто обалденно. Даже вот эта вот кошка, она в обзоре не такая яркая была, как я ее сделала на ногтях. Понимаете? Вот я не знаю, в чем здесь секрет. Вот посмотрите мой обзор, кошки светоотражающие. Вот реально, в жизни сто раз лучше. Я там тоже купила всю линейку. Мне он очень понравился. Эти вообще недорогие лаки. И смотрите, какой красивый. Вы сейчас вот выберите, что вам больше нравится. потому что они недорогие, доставка бесплатная, что они заказают. Прикольно, да? Смотрите, какой красивый. Они даже вместе бы хорошо смотрелись. Красавчик. Ой, такой благородный. Вот просто, да, девчонки, такие красивые. Я вот в последнее время стала вот на такие вот бледненькие. Они в жизни очень круто смотрятся. Это тоже он невызывающий, да? Вот пока сохнет, мы с вами поболтаем. О, уже высох. Он невызывающий. О, смотрите, кстати, они чем-то похожи, да? Все блестит, все сверкает. Ну, красота. Такая красота. Ну, следите за курсом доллара, да? Обязательно берите. Я раньше вообще не обращала внимания. Мне писали подписчицы, там, вот там купоны. Ну, какие нафиг купоны? А сейчас я захожу к продавцу, там можно за подписку получить купоны. Еще там, в зависимости от суммы, я набираю все купоны. Там скидка 100 рублей, там 80 рублей, тут 50, а что прикольно? Я раньше не обращала внимания. Там, чем на больше суммы берешь, тем больше скидка. Мне главное, я люблю, чтобы бесплатная доставка была. Но я не против заплатить там 100 рублей, но хотелось бы бесплатную, да? Тогда вообще красота. Потому что раньше вспомните Алиэкспресс, чем любили люди, что бесплатная доставка. То, что у нас заказываешь, плюс 300 рублей, да, доставка. Вот. Поэтому нет. Мы хотим бесплатную доставку, да? Ребята, вы согласны? Так, ну вот он наш красавчик, третий. А обязательно мы потом покроем топом, потому что топ еще лучше делает, да, наше покрытие. пока все оттенки. Пока все оттенки очень ходовые. Мне даже вот этот понравился. Он такой приглушенный. Такой, знаете, ягодный. Пока мне все нравится. Вот этот вот просто должен быть обалденный. Сейчас посмотрим. номер 004. Номер 004. Ух ты! Это что-то на золотом. Что-то золото... Какое-то... Не могу... Что-то золото-зеленый, что ли. Но надо два слоя, потому что он, конечно, какой-то обалденный. Нестандартный такой золотой. Обязательно, конечно, два слоя, потому что очень необычный. Все светится. Какая красота! Просто шикарно! Все блестит, все сверкает. Очень красивый лак. Я даже такого аналога даже и не встречала, если честно. Какой он необычный. Девочки, напишите, как обозвать этот оттенок. Как его обозвать? Он ведь не золотой. Ой! Он, видите, как падает легко, пластиковый. Он не золотой. Он не зеленый. Ну, такой необычный. Необычный. Жалко, они вот цвета не пишут. Допустим, вот винилис, она же называет цвета. Вайлит, да? Там, я не знаю. Аквамарин. Как-нибудь бы обозвали бы его. Тут, понимаете, тут вообще он нарисован вообще каким-то, да, черным. Вот если сравнить с фиолетовым. Необычный. Надо же. Ну, хорошо, нам надо необычный. Нам надо. То, что у нас нет в коллекции. Дерем их вместе, потому что они в сравнении, знаете, девчонки, по-другому совсем открываются. И мне хочется, чтобы посмотрели, насколько необычный. Знаете, может, как типа охра, что ли, да? Типа охристый такой. Красавчик. Да? Красавчик. они под лампами сейчас вот пониже сделаю. Вообще играют просто обалденно. Потом, когда маникюрчик с вами сделаем, да, тут мне прям очень понравилось. Так, это у нас номер пять. Чего они его рядом с третьим не поставили? А, нет, он вообще другой. Красный какой-то. А нарисован каким-то фиолетовым. Надо же. Вообще другой. Сейчас я посмотрю поближе. Да, тут, конечно, два слоя обязательно. Но мы так с вами и делаем. Мы так и делаем. Ничего. Или брать красный, да, какой-то фон на него. Красавчик. Чтобы не тратить ваше время, сразу сделала второй слой очень благородный цвет. Давайте сравним номер два и номер пять, чтобы вы посмотрели. Мне кажется, в номер пять более интенсивные такие вот блестки, да. Смотрите, более интенсивный он, более поярче, что ли, да. Смотрите, голографический, больше голографический, да. Посмотрите, я думаю, вам видно. И как вот здесь, то есть вот эти два, номер четыре, номер пять, они более голографичные, да, более таких вот блестки такие интенсивные, радужные, да. Красивый, красивый. В жизни они еще круче, мне кажется, камера... Я довольна, пока я довольна. Ой, это какой... А, стоп, 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 я хотела вам показать, чтобы вы посмотрели, насколько картинка не соответствует цвету, да. Вот в этом данном случае, когда я смотрела, думала, это фиолетовый, а он оказался вот таким красновато-бордовым, да. Интересно, что будет здесь? Здесь такой темный. Ой, он какой необычный, девочки. Я даже не знаю, это не коричневый, это не красный. Очень интенсивные блестки, голографика, да, такой голографичный тоже. То есть они немножко отличаются, но вот здесь тоже много голографика. Я не знаю, как цвет описать. Такой коричневый-красный, наверное. Красивый тоже. Угу. Так, ну все, я сразу же сделала еще и второй. Мне он, он мне нравится. Он не черный, он не коричневый. Вот, давайте опять сравним. Вот без сравнения никак, вот понимаете, ну никак без сравнения. Второй, пятый и шестой. Они, как бы, все такие красновато-бордовые, винные, но все разные. Да, с подсветкой мы тоже потом посмотрим, конечно же. Ой, красота какая. Вот этот пока самый яркий, вот от лампы. Не знаю, видно вам, мне кажется, вообще вам ничего не видно, ну ладно. Так, ну посмотрим, соответствует ли вот этот номер 07. Да, соответствует. Соответствует. Очень тоже быть красивым. Просто наш коврик. Сливой такой. Я тут, знаете, не обращать внимания, как я называю. Тут, как говорится, можно ошибиться. для меня сливовый. Очень плотный, в один слой. Посмотрите, какой плотный. Номер 0,07, как агент. Джеймс, будем называть его Джеймс Бонд. Очень плотненький. Ну что, девочки, посмотрите, какой плотный оттенок. По-моему, очень красивый, благородный. 99 рублей. Раскупай, покупай, да? Ну, пока, смотрите, вот, давайте, ладно, вот так вот. Они, кстати, вместе неплохо будут смотреться. В парочке, посмотрите. Можно сделать два на безымянном, например, или один безымянный, вот такой светлый, остальные темные. Кстати, очень неплохо. 0,03 и номер 0,07. Очень хороши с друг другом. Ой, как хорошо. Так, давайте только уберем. У нас осталось 8, 9, 10. Этот у нас такой больше синенький, голубенький, да? Красавчик. Они в два слоя просто так раскрываются, девчонки. Не, ну что, меньше 100 рублей. За 86 рублей я ухватила его. Почему бы и нет? Да? А да, вот лак стоит 300 рублей, ты уже такая думаешь, не, 10 штук я брать не буду, да? Лампу. Ну, посмотрите. Что там есть? Посмотрите на наш голуб... Ну, он и не голубой, и не темно-синий, уже это средний. Не могу сказать, что он прям очень темный. Но синеньких у нас сегодня не было. Смотрите, какая красота у нас получилась. Я вот смотрю и думаю, какой же мне... Кому же мне отдать... Ого, он темный какой. Кому же отдать первое место? Темно-зеленый. Чё си? Под конец-то. Я даже не... Тут просто, понимаете, тут вот... Нет, тут все-таки видно, что он зеленцой. У нас только вот одна не совпадает рисунок у одной баночки. А этот прям зеленый. Кто любит, девочки, зеленый цвет? У кого там об одежде, в макияже? Имейте в виду. Ну вот, два слоя. По-моему, очень красивый. Очень красивый. Знаете, такой вот он не травяной зеленый, а он как бутылочно зеленый, да? Очень красивый. И достаточно интенсивные блестки. последний, девочки. Офигенный. Какой-то, какой-то прям, 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 прям. Красивый какой он, голубой. Он цвета Тиффани. Я хочу с ним походить. Вот я вам говорила, я не знаю, какой сделать на первом месте. И вот он оказался с последнего тюбика. Это что-то. Он такой красивый. Какая-то, какая-то тут попалась волосинка. Опа. Ничего себе, девочки. Он обалденный. Я таких даже не видела оттенков. Какой красивый. Вообще, со вторым слоем, наверное, вообще бомба будет. Все, девочки, посмотрите, два слоя. Какой он красивенький. Вообще. Это же просто какая-то красота. Давайте сравним вот с этим синим, да. Он, видите, такой в зеленцу. Он в зеленцу, поэтому это у нас цвет Тиффани. Когда в голубом присутствует зелененький, это у нас Тиффани. Сейчас я покрою за кадром топом, и мы посмотрим на всю красоту поближе. Ну что, девчонки, посмотрите на наш красивый лак. Что у нас с вами получилось? Как выделяется вот этот темный, да? Из светленьких у нас только розовенький, да, и Тиффани. А так, в принципе, достаточно. Хотя вот это тоже. Да. Это тоже достаточно светлый. Очень симпатично. Сейчас я выключу свет, чтобы было лучше видно фонарик. Как вам показать, чтобы вы увидели эту красоту? По-моему, очень все прекрасно видно, да? Я надеюсь, вам видно. Ой, какой он красивый. Посмотрите, вот этот красный. Какой красивый красный, да? Девочки, обязательно напишите ваше мнение, какой вам номер понравился больше всего. Я выделяю все-таки номер десятый и номер 006. Почему-то они мне как-то больше всего понравились. Хотя вот этот бледно-розовый тоже вот в таком вот стиле, да, очень симпатичный. Я думаю, что мы обязательно с вами сделаем маникюрчики. Но Тиффани это вообще бомба. Прям красота. Обязательно пишите ваше мнение. Все почитаю, всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok